Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Души наше ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аминь ДимаTorzok 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 Каким образом мог сказать это апостол? Неужели он настолько возгордился, что считает себя самодавляющим и не имеющим нужды в советниках? И разве он не слышал из речения «Не будь мудрецом в глазах твоих»? Притча 3.7. «И горе тем, которые мудры в своих глазах»? Исайя 5.21. «Нисколько. Но так как клеветники его говорили, что должно слушаться апостолов, а не его, и что те были апостолами прежде его, то он принужден был сказать это, чтобы унять обольстителей. Да и неразумно было бы наученному Богом потом внимать людям. Итак, не по превозношению говорит он это, а чтобы показать достоинство своей проповеди. Правда, он приходил и в Иерусалим, но не с тем, чтобы учиться, а с тем, чтобы убедить других, что и живущие в Иерусалиме думают так же. Потом не тотчас пришел, то есть в начале, а после, да и то для убеждения других. Он ходил по местам невозделанным и диким, так как если бы он оставался между апостолами, то проповедь его встретил бы препятствия и не так быстро распространялось бы. Поэтому он пошел к самым диким народам. Но обратив внимание на смирение, перечисляя города, он нигде не сказал, сколько обратил, хотя в Дамаске он в такое смятение привел иудеев, что подвергся преследованию со стороны Этнарха. Итак, если кажется, что он говорит много о себе, то говорит не ради тщеславия, но для того, чтобы не потерпела ущерба его проповедь, если ему не станут верить, как человеку простому и ученику учеников. 18 стих Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Толкование И это доказательство смирения. Столько совершивший, он отправился к Петру не из-за пользы какой-нибудь, а ради простого свидания, оказывая ему честь, как высшему. Посему не сказал «видеть Петра», а «видеться», как выражаются изучающие великие и прекрасные города. Подобно тому, как и мы отправляемся к святым мужам, но мы скорее для пользы, а он ради одной чести. Свидание – выражение чести, а пребывание – выражение дружбы и горячей любви. И не сказал, что учился, но пробыл у него вместе с ним. 19 стих Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Толкование Хотя пришел он ради Петра, так он его почитал и любил, но видел и Иакова, и о нем он также упоминает с почтением, называя его братом Господним. Так далек он был от зависти. И действительно, если б он хотел отличить, то назвал бы его сыном Клеопы, ведь по плоти он не был братом Господним, а только считался. Как же он приходится с сыном Клеопе? Слушай. Клеопа и Иосиф были братья. Когда Клеопа умер бездетным, Иосиф восстановил ему семя и родил его и других его братьев, и Марию, которую, хотя она была дочерью Клеопы, Евангелие называют сестрой матери Господа. Так как Иосиф, по отношению к Пресвятой Деве, сохранил скорее заботливость Отца, чем расположение мужа. Богу нашему слава! На веки. Аминь. Мы все слышали о том, что Батюшка путешествующая, о нем нужно крепко молиться, не только потому, чтобы Господь ему дал ангела, который уйти и вернул в здравие душевную телесную. Но потому, что там ему будет нелегко. Нелегко потому, что будет беседа с нашими братьями. Первое. Второе. Наверняка там есть люди, священники в этом месте. Если Батюшка будет говорить по Слову Божию, то у них-то и других там священников, находящихся там, скорее всего, возникнут вопросы к Батюшке. Ну, дай Бог, чтобы это было Слово Божие действовало прежде всего само за себя. Иисус Батюшки и Иисус наших братьев. Второе. Значит, молиться о болящих. Среди них Алексей Семенович Сиськов, который уже, не знаю даже, посчитать сложно, в какой раз был оперирован. Осложнение у него там после операции. Длительный прием лекарств. Ну, так что вот, таково у нас. Не посещает нас. Татьяна Кузьминична там тоже, она вот, обследуется. Вот, смотрите, чтобы Господь все так устроил, чтобы она подольше была с нами. Валентина вот приехала, слава Богу. Еще о болящих, кто у нас болящих? Вот Ольга, моя сватья, ее выписали из больницы, но состояние ее остается не легким, прошу молиться. Она верующий человек, в восторобряцах она находится. Мать моего зятя, Ольга. Анна, раба Анна, наша сестра Анна. Тоже ее в третий раз немножечко, там небольшая была операция, но предстоит еще одна операция, дневной стационар, госпитализация. Ну, такая короткая, но все равно это операция. Так что молитесь о ней крепко. Брат Николай, муж ее, причина, тоже после травмы он еще никак не отойдет. Ну, у Мирона сняли гипс, ну, какая у них, такая сложная ситуация. Там он еще в деревне находится, там у него никак не может разделаться со своей животиной, чтобы удачно как-то, более или менее удачно продать их, вернуться сюда в город. Еще о ком, кто у нас? Валящее Ковалево не вспоминал? Полина. Аполлинария? Аполлинария, просто Полина прочитали, то у меня не вмещалась. Аполлинария, Валящее? Акелина и Марина. Ну, так, новая, а все, мы старенькие, все тут. Записали. Так, Галина у нас, Галина Александровна, они уже уехали или что? Уехали. Так, Татьяна Александровна здесь, Пальгуевых нет, Антонина и Севастьяна тоже нет, Маргарита, Валящее, кто еще? Людмила Степановна. Она как бы после падения. Я ей позвонила, но грудь у нее сильно большой был. Я пошла за лекарством в аптеку для нее. Мне там сказали, надо к мамологу, так лечиться нельзя, чтобы доктор посмотрел. Я ей позвонила, она записалась платно в диагностический, там прошла. Ну, с ней там посмотрели, все, потом она еще на прием пойдет. Ну, вроде ничего. Ну, травма есть, травма, да. А про Елизавету с младенцем? Елизавета выписана с младенцем. Вы можете раз, да, после родовой период, смотрите. Так, еще о ком исполнили, правильно, Елизавету напомнили. Людмила. Людмила Степановна? Нет, потеряевки, выздоровела она. Ничего? Нет. Она написала, что Левушка мне легче. Да, Левушка. Марина не болеет? Да, Марина заболела. Марина, значит, оболящая Марина. Я на этой неделе Людмила Степановичу не позвонила. Должна была вроде как в больницу. Ну, не знаю, сегодня по-своему, не знаю. Ну, знаете, не знаете. А где у нас загуляют все время Алексей с Натальей? Уже вроде огороды кончились. Я давно их купила. Ну, видимо, там... Может, еще не закончили. Они остаются на выходные, видимо, там. Видимо, еще не привезли. Не знаю. Сейчас дорога-то есть, да? Не, они его, наверное, еще не привезли, поэтому они там вместе с ним еще. Так, еще кого не вспомнили. Янафы нет на работе? Работит. Как у Ксении дела? Молились? Нормально все? Прошло? Нет. Установочная там сессия, ребятая. Все прошло, да? Все нормально? Да, Иван, как вот он так не сказал, я так не понимаю. Я нашел ты работу, не работал. Нет, тебе как полгода отстрочку дали от призыва, да? Или что? Объясни, пожалуйста. Альтернативная служба у него. Ну, у меня альтернативная служба, у меня, получается, уже... То есть она все одобрена, то есть она у меня все альтернативно гражданское будет. Но мне нужно будет в 25 ноября прийти именно туда. То есть это уже как медкомиссия у нас обычно там проводится, а потом уже проводится комиссия призывная. Ну, вот это то же самое, как призывная комиссия, но только будут уже определять, куда меня направить на работу. Вот так. Ну, а так еще 5 ноября у меня будет... на заочное обучение приглашение первое, ну, начальность всего. С какого времени? С 1 ноября? Нет, с 5. С 5 ноября. 5 ноября. То есть на эту неделю все, считаю, уже. У нас 40 дела. Слава Богу. Учишься? Да. Успеваешь? Да. Хорошо. Как у тебя дела? Все хорошо. На следующее время. Так, о ком мы еще не вспомнили? Кто нуждается в нашей помощи? Дорогие мои братья и сестры, я сегодня шел на службу и взглянул сюда, на соседний двор, на соседнее здание, и у меня возникла тревога. Она у меня уже давно, эта тревога. Еще летом, когда я тут занимался углем и дровами, я проходил здесь, вокруг дома и увидел, что у нас нет забора практически. Вот эти сарайки, которые прилегают к нашему забору, они как бы являются нашим забором. И там они уже давно не пользуются, не используются никак. И, в общем, надо как-то подумать об этом, чтобы нам сделать забор. Настоящий хороший забор. Это первое. Кроме того, пожароопасность великая. Могут поджечь эти сарайки, это в раз просто вспыхнет все, и здесь рядом здание наше деревянное. Кроме того, это здание, которое сегодня я увидел, что там из окон повыбросили все, что там было. То есть там живут, не живут, неизвестно. Но там же наверняка там пребывают. Там уже несколько дней что-то разбирают, выкидывают все. Ну вот, так что молитесь крепко, чтобы наш Господь сохранил нам это место. Благодарить надо, прежде всего, начинать с благодарения за то, что Господь нам дарил это место моления. И чтобы Господь сохранил ее. Еще у кого есть слово, просьба, благодарение? Ну, прошу помолиться, что моей жене, вы знаете, что она прооперирована была 3 недели назад. Нужно снять швы, а оказалось, это не простая, я так полагаю, что это просто все там, шов снять. А он оказался сложный шов, подкожный такой, на протяжении всей раны, рана такая, сантилетра 12. Я один шов-то снял, а дальше я побоялся, потому что болезненно это все. И вот не знаю, теперь надо будет обращаться за помощью к коллегам. Может быть, даже это под наркозом придется делать. Чтобы оставлять ее, этот шов, там нельзя, потому что гранулемы там развиваются, это осложнение. И такая сложная операция, которая добивалась несколько лет. Так что помолитесь, чтобы Господь все устроил. Привел святую волю. Дозвольте волю святую. Вот, еще у кого есть просьба, на линии? Слово вам. Журнал-то еще просили. Все. Просто посмотри. Фото, фото. А? Фото. Слух просчитать. Вот, журнал такой. Полиция. Главный журнал полиции. Ну, вверху тут написано. Журнал Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это не Алтайский. Ну, там вот такая статья. Прочитаю ее. Слух с выражением. Очень. Вот он. Три фотографии там. Как называется, почему. Громче, чтобы можно было снять. Служба. Ракурс. Полиция России. Ноябрь 2021 год. Октябрь 2021 год. Поселиться здесь может не каждый. Заголок. Название статьи. Корреспонденты полиции России побывали в необычной российской глубинке, потеряевке, что в Мамонтовском районе Алтайского края. Этот поселок для нас территория спокойствия, говорит начальник Межмуниципального отдела МВД России, Мамонтовский полковник полиции Евгений Ботвин. Можно сказать, своего рода местная достопримечательность. Уже само название потеряевка предполагает оторванность от внешнего мира. И действительно, находится поселок в стороне от крупных автомобильных и железных дорог. Но все же он назван так не по этой причине, а по фамилии старейшего из первых местных жителей, рязанских переселенцев, обосновавшихся здесь еще в начале XIX века. Со временем поселок стал зажиточным, как оказалось на свою беду. В 1930 году первые семь раскулаченных семей отправились по этапу. За ними последовали и другие. Добило потеряевку вышедшее в 1971 году постановление об укроплении сел, по сути окончавшее насильственное выселение. Означавшее, ладно? Означавшее насильственное выселение, да. В числе последних уезжала отсюда многодетная семья Лапкиных. Покидали потеряевку с надеждой когда-нибудь вернуться. И вот весной 1991 года возрождать родное поселение приехали братья Лапкины. Игнатий, христианский проповедник, преследовавшийся за свои убеждения в советское время. И Иоаким, священник, выпускник Московской духовной семинарии. Начинали с двух палаток и участка земли, спаканного под огород. А когда уж поставили дом, весть о возрождении поселка пошла гулять по России. Стали приходить письма с заявлениями на жительство от близких по духу и вере людей. Прослушали о возрождении потеряевки даже земляки, осевшие в Америке. Постепенно образовалась православная община. Сейчас в поселке есть электричество и телефон. В среднюю школу, церковь, строятся добротные дома. Потеряевка находится в зоне обслуживания участкового уполномоченного полиции, старшего лейтенанта полиции Николая Бутузова, уроженца этих мест, хорошо знающего своих земляков. В моем ведении еще деревни Корчино и Ермачиха, рассказывает Николай Михайлович. Так вот, из трех населенных пунктов потеряевка самый спокойный, практически не доставляющий особых хлопот. Здесь, по сути, настоящая народная дружина. Среди жителей четко распределены все роли в случае возникновения пожара или появления посторонних. Попытались когда-то у них пришлые люди украсть горючее, но были сразу пойманы. Перед въездом в Потеряевку стоит табличка «На территории деревни курить запрещено». К этому можно добавить, что запрещено также пить алкогольные напитки, сквернословить и воровать. Все это прописано в уставе, принятом общим собранием. И только тем, кто подтвердит, что соблюдает эти запреты, дается разрешение на поселение. Запрещается также торговать спиртными и табачными изделиями, а кроме того, покупать ворованное или давать что-либо в обмен на него. Каждый член общины имеет право заниматься любой, только непредусадительной работой. Есть в уставе и такие положения. Не оставлять детей без присмотра, особенно если те пошли в лес или купаться. Беречь окружающую среду. Не позволять никому выливать горючие смазочные материалы на землю. Мыть испачканные в мазуте руки и вещи у озера. Зимой не приглашать Потеряевку гостей, дабы те не заблудились в пургу степи. В поселке свой бюджет, складывающийся из определенных денежных сумм, вносимых каждым двором ежегодно. Есть и десятина, когда в церковь отдается десятая часть всех долгов. На эти средства потеряются, содержат храм и школу. Недавно в сообщах купили пожарную машину. Есть пожарная машина? Есть, есть. С рук взято. С рук взял Игорь Барбаш. А полицейским, которые заезжают сюда по делам службы, местные жители всегда рады. Знают, что те никогда не откажут в помощи. И сами во всем готовы помогать стражам правопорядка. Владислав Галенко, фотоавтора и Игоря Беляева. Алтайский край. Те, которые этим летом приезжали, статью эту не читали. Сотографию показать? Похаживай. Прошло в обновлении. 21, 22. Хорошо написано, грамотно. Четко. Крадянно. Профессиональный журналист. Как он может неграмотно написать? Не, ну, не знаю. Прям очень хорошо. Еще ваше слово. Слово-то это кому-то не понравится. Я тут летом-то не был, 4 месяца. У меня вопрос. В первую очередь старший в семье, робот Иван. Где работаешь сейчас? Как ты себя обеспечиваешь? Какой зарплаты у тебя? Сколько? Скажи. Я пока не работаю. Что? Пока не работает, он будет устраиваться. Вот когда ему... Будет устраиваться. Сколько времени ты не работаешь? Так, ну, если считать с сентября, то два месяца получается. Два месяца. То, что задумался, это говорит о том, что не вчера. И как же это нормально? При советской власти три дня считалось. Это предельная норма. Тунеядец, два года. В лагеря сразу. Никто не разговаривает. Я вот переехал в Искитим. Я уже в первый день побежал, где не приняли. Другой день это, третий уже, роковой день. Я иду в милицию, мне деньги не принимают. Тогда в милицию идет, меня устраивают. Борядок был. А на что же ты живешь? Платят? Тебе уже не платят, ты совершенно платят этим. Дело в том, что я еще начал разговаривать. Мне тут уже это говорят. Притом работу находят. Работа хорошая. На чем держится вся жизнь людей? Вот у нас брат Андрей. У него настоящая ферма. Я там был. Почему ты не пошел к нему работать? Смотри внимательно. Володя, когда говорят, ты устой поворачивать. Глаза и прочее говорят. Во-первых, мне какие-то бревна ворочить. Ну, за скотиной надо ухаживать. Я садился, ты уже был бы сытый. Не нахлебником. Да иногда, мог бы, тот и для своих. У тебя брат еще рядом, он сидит с тобой. Да, две сестренки. Я не знаю, а где и нахлеб. На работе. Понятно. Она на работе, ты не на работе. Это называется тунеядство. Это никуда не годится. Я вот закончил 10 классов. У нас в семье 10 человек. 5 братьев, 5 сестер. Отец дал мне, что у него было. 3 рубля. 2.30 доехать до Барнаула. Осталось сколько? От 3 рублей. 70 копеек. Я должен сдать экзамены. Приехал в институт сдавать. Снять квартиру. Питаться. И все необходимое, что мне требуется. На 70 копеек. Я мог прожить? Я в этот же день бегу на вокзал. Выходят люди. Кому-то чемоданы поднести. Что-то сделать. Даши хозяин, где работает, меня не примут там или нет. Он рыбак. Дай нам эту сеть. С товарищем там какой, нашелся, мы начинаем рыбачить что-то продать. Узнаем, кому что нужно делать. Идем прям по рядам и смотрим. Нас отец так приучил. Давать, но не брать. Блажение давать, нежели брать. Апостол Павел это подтверждает. Я приехал сюда, и мне говорят, вот ты не работаешь. А почему? А вы их избаловали. Мы их избаловали. Подачки даем им. А зачем ему его не будет работать? Он не приучен. Не приучен. Это не годится. И кому ты сообщил? Почему не пошел? Вот он на Андрея стоит. Подожди. Андрей, шаги сюда. Скажи, ты его принял бы на работу? Конечно. Слыхал? Это сделать нужно сегодня. Чтобы видно было все. И как ты будешь работать на глазах. Ну все. У нас отец с одной рукой ухаживал. Производители быки, от которых коровы женятся на них, на коровах, как сказать. Не знаю, что сказать. И он одна рука у него. Вторая вот так вот. Вот маленькая культяпка была. Под Смоленском. В 41-м потерял. И он одной рукой бедра таскает. Поет. Мы-то все маленькие были. Корм задает. И от них выщищает. И вынести надо куда. Один. Без руки. Ты сидишь. У мамы 10 детей. Она работает телятницей. Надо прокормить ребятишек. Надо все сделать. Как это так? Я попутно спрошу. Янафа на работе. Ты просто где работала рядом? Меня Янафа устроила подрабатывать в местный музей. В соседнем здании. В местном музее. Значит, мне-то правильно сказали. Где, как. Надо проверить. Молодую не пускать. Девчонка молодая, красивая. Просто мы обязаны отвечать за нее. Так или не так? Настоящие не хозяева. Куда не пускать? Встречают на тебя. В музее было. На работе в музее было. Там организация. Я говорю, как есть. Кого? Организация тоже бывает. Такая, что там тюрьма давно плачет. Да, она у Марины работала. У Марины. Вот такое дело. Это другое дело. Какие там? Что тут? Так. Она работала. Так. Где Нестер работал? Нигде. Нигде. Это как понимать? Это считаются члены общины? Батюшка за тебя расписался. Дали тебе характеристику. Это из неверующих? Не знаю. У тебя матери нету. А отец такой, что последняя ваша, говорится, исчезнет, что вам платила государство. Он вообще ничего не понимает. Почему мне не сообщили? Я бы приехал и устраивал тебя на работу. Первый же день бы ты там работал. Мы на этом привыкли. Дома все убирали. Все делали. После я на работу вышел первый раз. Это пять лет мне было. Пять лет. А тебе же двадцать с лишним. И наказывают в огороде полоть. Вычистить. Это мы все делали. А который меньше где-то. На работу батюшка пасет отнести. Отец таким. Он пошел. Четыре года, наверное. И заблудился. И мы его потеряли. Пшеница высокая. Он в нее зашел. А дальше-то он не знает, куда идти. Мы потеряли. Насчитывали спид или что где. Как же это так? И это сказать у тебя зарядка не сегодня. А на всю жизнь у тебя такое. Вот это называется тунеядство одно. А другое дело для верующих никакой веры нет. Апостол Павел говорит, чтобы трудились своими руками. У людей поговорка есть. Кто не работает, тот не ест. Вот наоборот. Кто не работает, тот и ест. И гуляет, и блудит. И все у него есть. А здесь кто не хочет трудиться, не ешь. Перед тобой стоит. Ты каждый раз садился за стол. А тебе там не надо было быть. Так, ты сегодня с Андрюшей поедешь. Договоришься, чтобы завтра ты был на работе. Внимательно смотри. Что, не охота? Почему? Мы за собакой-то не смотрели. Собака задушилась с такими хозяевами. Собака должна вся такая, чтобы она через конуру не могла. Она упала туда и повисла. То есть совершенно не тямаете. Еще какие-то у вас там были. С голову подохнет все. Мне 83 года. Я ничего не держу. Пять кошек. В деревне 25 голубей. Здесь 12-13. Вот и посчитать, что у меня за хозяйство. Там кто-то нанятый. Здесь каждый день я туда лажу на крышу. Жуланы прилетают. Всех кормлю. Договариваются, что привезли мне семяшек и зерна. Зима приближается. Чужие кошки. Здесь вот под нами кошки. С улицы собирали, до весны выкарнули, а потом отпускали. А ты человек. Я не хочу дальше даже говорить, потому что кто-то за вас заступается. На кого-то обвиняют. Вы не за ними смотрите. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Издалека кто-то о вас заботится. Такие вы хорошие. А люди, которые рядом, плохие. Так, ты когда пойдешь работать? Ну, что ты, как батька Махно, хмуришься? Он учится. Я еще учусь пока. Он учится. А почему я сказал Махно? Как узнать Махно? Не скажи. Учится он. Он же на учебе. Летом все на учебе был? Ну, лета. Лет, конечно, нет. Ну, что я про что говорю-то? То есть они вместе. Во сколько встаете? Часов 8. 8? 8. Мы встаем. Я встаю, допустим, 20 минут третьего. Третьего. И уже все. Вот она сидит, сестра, жена. Она меня ни разу не видела, чтобы я лежал. А вы днем до 8 лежишь. У нас в лагере вставали все. Ты был в лагере, знаешь. 5 утра. Так я в 5 и стою. 5 утра. А он в 5 встает. А сколько? 4 встает. Так, я никого не спрашиваю. Что-то так было. Ну, спокойно. Спокойно. Извините, нечистый. Я разрываю рот. Так, я наказываю вам по отдельности нигде не ходить. Какое ваше место? Заранее знайте и договаривайтесь. За свою жизнь побеспокойтесь. Раз ты не работаешь, будешь воровать. Вы уже потенциальные бары растете. Другому подробному никак. Есть охота. Что-то нравится. Один раз украл удачно. Шапку схватил, удрал удачно. А потом капкан захлопится. Вот он, Андрюша. Он один настоящий, который кормит себя. Остальные работы наши на обслуги. И врачи, и юристы, и все. Он кормит. В деревне у нас Игорь Барабаш. Начинали с полгектара. В этом году у него 1200 гектар. Купил он, как это называется? СК называлось там. Вот такая машина. Я спросил, сколько колесо одного стоит? 250 тысяч. Трактор. А? Трактор. Ну, такая огромная машина. Красная там купил. И второй комбайн. Американский. Тот первый купили за 10 миллионов. Большой склад, который у него. А этот, кажется, за 12. Ну, что-то такое. Может, я тут не совсем дослышал. Но дело в том, что они работают. А когда батюшка рядом живет, через... Я не знаю, когда он ложится спать. Утром чуть-чуть, только уже он на поле. А вечером 3-4 часа еще не на поле. Понятно? Вот кормилица-то где. А мы садимся за стол, хлюпаем. Ни корова, ни теленка, ничего нет. Это не христианский образ жизни. Ко мне подходит человек сегодня, наш. Что нужна характеристика? У нас кто характеристики выдает? Марина? Наверное. Пищать у нее. А дальше что нужно? Батюшка поставит. Так что ко мне обращаться вот. Вот без меня вы это сделали. А вот сейчас, как только выходить, а там у нас сени, где мука лежит. И повешали шторку. Повешали сплошную. Мне вчера нужно ложить книги. Ее никак не могу. Она была, как эта сторона, а дальше другая, на защепке. Не спрашивали. Сняли. Что сняли? Зачем сняли? Я попрошу вернуть на место. Вчера один держит. Только отпустили, захлопнули. Я опять должен возиться, собирать в кучу. Она в окружную идет. Там место для книг. Зачем вы туда лезете без меня? Что-то ваше там есть. Нету. Но я тебя ничего не прячу. Я попрошу снять то, что повесили вот такие. Не знали, куда материю деть. И то найти, где есть, и повешайте. Вот так первый поворот. И дальше здесь только защелки. Я раздвинул. А вчера я не могу никак. Держи минуту. Володя, подержи. Мы с чердака книги. Вот они приносят. Книги уходят. Здесь надо восполнять их. А они у нас в разных местах. Просьба вернуть назад. И без разрешения вот этого, что вы делаете. Оно неблагословенное. На вас знаете, кого надо? Пахомия. Пахомий великий. Вот представьте себе. Он приходит. Женским монастырем у него 11 тысяч было. Монахов. Тысяч. Даже по времену времени это дивизия полнокровная. Итак, всем довольны? Кормят хорошо. Пища горящая. Один какой-то там вышел. Ваня. А вот пища не горящая. А в обеда нету. Как нету? Чтоб было. Все, приходят через месяц. Ну довольны, довольны. Монахи улыбаются. А вон опит. Ну как ты теперь? Как? Никак нету. Как нету? Я же сказал. Повара, ну-ка сюда. Сколько было? Ну мы два раза ставили. Никто не ест один. Что, вроде одного котел разогревать будем. А что вы делали? Сыновки мяжем. Мы продаем. На это живем. Сколько вы навязали? 500 штук. Ну-ка, несите сюда. Где спички? Загорел. Все сожгли в пепел. Поняли? Так, чтобы горячая еда стояла для одного. Вот это дисциплина. Поняла? А так, что сказал я, не сказал. Сейчас побежать домой скорее. И книги не закроют. Убрать то, что вы там сделали. Здесь я уже объяснили, что шторки сыпятся там. Ладно. Ну там еще не сыпется. Там солнца не хватает. Она какая была. А мне дойти нельзя туда. Ну, сплошняком если. А, верни. Как мне? Так, кто это делал? Ну, я знаю, кто больше всего любит. Его нет здесь, этого человека. Каждый день в стиражах. Все, нету их уже. Нету никого. Вопрос понятен? Никто не делал. Я попрошу, напишите объяснительно, почему не работали все лето. Почему поздно встаете. Крупными, глухами, нормально. Вот как вот пишет сестра Елена. Вот так вот. На бумагах. Напишешь? Смотри, думай. Я тебе говорю, это не со зла. Ты писать будешь, будешь думать, то другое. И дальше напиши, как ты думаешь дальше это делать. Второй вопрос. Очень сложный. Но решается очень просто. Еще как? Внимательно слушайте. У нас оставилось здесь 19 человек, даже 20 нет. Кто-то болеет, кто-то что-то. Я не знаю, почему они выходили-то в одному. Некоторые никогда не заходят. То есть им община не нужна. А помолиться-то они в любом месте помолятся. Почему? А это начиная-то сначала, да раз не сходил, два нету. А потом уже он отстал. Сначала мета, два-три, а потом я уже за горизонтом где-то. Речь идет о том, один человек тут уже настаивает о том, чтобы мы вошли в московский патриархат. Как это трижды безумием назвать не могу. И это от Лукавого. Помощь от патриархии тщетно и напрасно. Потому что я сказал им, говорит Господь, силой их сидеть спокойно. Ни одного канона нет, а их 719 действующих. Чтобы было так, они там вверху политические игры играют. Говорили признать о экономическом общении, представитель там был. Ни о каком объединении речи не было. Ничего не давали записывать, не снимать. Явно дело, что за кулисой там была. Это за рубежом в Америке они были. Я говорю, нет, пальчик уже во рту, дальше они не отпустят. Так ведь, а теперь давайте объединяться. Объединились. Ну ведь, за рубежом-то церковь-то в Германии осталась. В Германии, как она была, такая и есть. Под тем же самым митрополитом. Выходит, нам границу перешагнуть, нам претензий нет. А раз мы на этой стороне, к нам претензия. Нас запрещают юридические органы? Нет. Мы зарегистрированы. Было написано зарубежная церковь. Я пошел, Маковеев, Валерий Иванович, он у нас вот на этом месте сидел был, полковник. Я говорю, нам что-то перерегистрировали. Не надо, все на месте. А зачем? Сумел кто-то как-то, что-то, я не знаю про это говорить. Но убрали слово, а просто религиозный организатор. Ну, религиозный. У нас хорошее отношение с патриархией. Мне митрополит Виталий, я переписывался, он рукой писал своей. Мы, говорит, стоим уже совсем близко к тому, чтобы патриархию всю определить безблагодатной. Что они делают? Как они предательством занимаются? Вот это патриархия Сергия, экуменизм, все. Митрополит. Мысленно, представляете, мы когда регистрировали свою общину Христово-Зижинскую, там был митрополит. Я с ним пил, ел и молился вместе. Живя в Синодии, в городе Нью-Йорке. Я так сказал, это редкой души человек. Молитвенник. Люди, которые не расположены, тоже нашли молитвенника. А я его не искал. Он меня нашел. Они за меня заплатили. По миссионерскому фонду. А там фонды есть там. Ну, разное. Благотворительное. Ну, оттуда выделяют деньги, маленько откладывают и кого-то приглашают. В миссионерске первый я за все годы советской власти. Мысленно он с нами. Он был категорически против. Перед ним, кто там был по порядку? Филарет. Говорит мне надо. Анастасий. Первый был Антоний Храповицкий. Все они с нами сидят. И сказать оттуда, чтобы... Кто это, который приезжает оттуда сюда, им надо причащаться. Без причащения они задыхаются. Без причащения. От причащения жизни зависит. Будущее, настоящее. Правильно. Но вы приехали в гости, лишь бы быть одинаковыми. Ну, а таки это проще всего. Иные думали так, что теперь объединимся и какая-то... Ничего не будет. Все разложилось. Оттуда, что полное погружение за рубежом. Не приняли нигде. Нигде. Ну, два сходятся человека. Один сильно заразный, а другой слабее. А оба какие будут? Слабые или все-таки подминутся к заразному? Нам есть о чем думать. И начинают пугать. А вот если батюшки не будет. Мы этот вопрос обсуждали, еще раз говорю. Мы назначаем день, когда причащаться, приезжает священник, исповедует и причащается. Мы уже договорились. Другой вариант. У нас случатся люди, которые могут стать священниками. Они здесь. Третий вариант. Время поста. Мы не запрещаем где-то ходить. Пожалуйста, подготовься, сходи, причастись. Там идут все. Тебя будут знать. Избери какого-то духовного. Духовника называется. Это все реально. Притом ничего не обманывая. Нет, надо туда. Вы бы знали сейчас, что там против нас они делают. Которые люди к нам приближаются, а они готовы начать их разорвать. В буквальном смысле. Вплоть до таких дел даже говорить страшно. Вот сейчас там пришла Гришина, Ирина. Что они с ней там делают? Она была там в миссионерском отделе. Там пела то другое. Это вообразить даже нельзя. Никакие разбойники этого не говорят, не делают. Священник, которых нет. И нигде, месяц, нигде ничего не говори. Могут убить. Я с такими людьми встречался и говорил. Разговаривать не надо. Убежище нужно от них. А они думают, что они там спасаются. Ну спасайтесь. Где Бог дал свободу, я выбрал, я прошел. Я могу завтра быть мусульманином. На днях буквально священник принял мусульманство. Это его выбор. Но Христос воскресе, он уже никогда не скажет. Иначе ему кирдык. Итак. Эту тему снимите. Никаких голосований быть не может. Подгоняют. Их нет у людей уже, которые туда. Вы что сейчас имеете? Свобода нам достаточно. С нас они ничего не могут взять. Ни за свечи, ни за продажу. Не могут они приходить, чтобы мы не проверяли. Проходной двор сделать. Нас убрать. А дальше они претензии будут иметь на это, что свое. В прошлый раз брат вот сказал про молитву. Я молчал здесь. В конце молитвы, у меня молитву, я не слышу. Молитву записали, дали. Я посмотрел. Брат абсолютно прав. Они прямо обещают Царство Небесное погибшим в этой катабасе. Всем, 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 всем они говорят. Так, вы слышали? И поэтому в прошлый раз, что брат говорил, хотите, можно... Это патриарх сказал. И он выступает, говорит, мне все показали. Это вообще. У нас такие материалы есть. Кроме того, сейчас Ивану дали артинативной основе. У нас пошел туда Ликита Усинов. И его сразу на кухню определили. А двое, которые видят... А мы тоже написали тут... Нет, надо за полгода раньше. Винтовки в руки брать. Брать или... Так поступают с людьми. Конкретно с ними я не знаю как, но оба взяли винтовки и теперь все остальное. Придут они обратно или нет. Показывают, как там не сладко. Которые погибли. Какая-то цифра называется страшная. Иные говорят фейк. А которые свое, сколько погибло. Стараются сказать цифра меньше, но не два человека погибло. Речь идет уже о тысячах. Помилуй Господи. Мы молимся о всех. Чтобы никто не стал убийцей. Самое главное. Убийцей не стал. Шайгуру сказал. Ну и вернусь домой, чтобы он не убит. Это у нас, видите, как все просто. А сколько от иерархии пошло, не знаю. Как это у них получится. А у нас это все получается. Все официально. Нам не надо ничего делать. Господь сказал, сила их, не просто сила, мускулы, уверенность. Сидеть спокойно. Нас Господь сохраняет 30 лет. Смотрите, какую церковь дал нам Господь. Где мы находимся. Посмотрите, какое сокровище. Сокровище, которому тебе никогда не прочитать. Во всем мире сейчас уже в интернете выставляют. Это с фоном. В электронной версии. И считают, это как. Это за 8 лет. Вот первое, в 2002. Последнее переиздание в 2010. 8 лет. 38 томов. Это быть не может. Дважды. Вот это два экземпляра. Было первое. 2000. Добавить надо. В Крисном Православии все было по 1000. 3000 второе издание. Для Слова Божия нет Оспода, но он засчитает. Три книги, четыре, пять книг переизданы. Мало того, сообщили, что переиздаю, даже со мной не советую. Приехала сестра, она и говорит, а я видела, там Тойкова с мягком переплете, а там в твердом переплете сделали. Эти книги не имеют аналога в литературе. И я своим ничего признать не могу. Я сейчас работаю на 15-16. Я не вижу ничего. Прочитай. А все. Громче. Грамотой награждается рядовой Устинов Никита Андреевич в честь празднования Международного Дня Повара. Он уже грамотой награжден. А мать его, ее тут не было. А сейчас она с нами вместе на всех молитвах Ирина звать. И мы каждый день поминаем даже тех, которые уже в другом месте. Александра и Максима. За высокий профессионализм, разумную инициативу и усердие, добросовестное выполнение служебных обязанностей. Каково родителям, как приятно. Мне скинь потом это. Я слышал, что это дело. Ну да, недавно взятый. Сколько это? Месяца полтора, может два. Мы днем его, Господи. Вот как Господь делает. У нас еще один есть, Георгий Пахмутов. Он сам пришел. Они его не приняли и сказали, иди домой. А сейчас будто бы вызвали. И что-то там, я не знаю, досконально как у них. На декабрь повестка у него. Два месяца ему дали отсрочку. Сказали, думай, если оружие не возьмешь, мы тебя посадим в тюрьму. Ну да, его не запугать. А сколько? Он как паук лазит. Так что, я его знаю. Очень хороший работник. Очень. Вы знаете, доски, когда зашибают, что-то у нас гараж для машины. Они гараж длинный, 6 метров. Вот так вот. А чтобы доски тут не расходились, сверху вот так вот доска прибитая. Ну и высокую машину. Ну и проезжает даже трактор, кажется. Я говорю, сейчас надо лестницу принять. Он и так бежит бегом. Вот так за эти доски ухватился. Как он захватился, там она прибится. Ты гляжу, он уже на крыше. По доске, вот как паук. Я своими глазами, потому что я рядом стоял с топором. А как ты залез? Оттуда он как на крыше спустился. И на работе, где он все бегом. И самая трудная работа, где нужно думать. И приехал, кажется, с охотящими сапогами. В воде, там где-то, плетень этот надо привезти на втором мостике. Первый рабосаду мне стал начальником. Помолите за него. Его тюрьму не испугаешь. Он говорит, предателем я не буду, убийств я не буду. А там будет свидетельствовать. Я вам ясно сказал? Чтобы этот вопрос даже не поднимали. Батюшка здесь. А почему батюшка так? Это вопрос другой. Без него разговаривать не будем. Нам дал Господь священник, с которым можно нам жить. Исповедуется. Трудяга из трудяга. Больной, конечно. Сердце у него там сейчас-то пружинка. В лишний раз его не тревожить. Но он патриархийный. Там рукоположен. Там учился. И когда уезжает, идет, берет документы. Все это на месте стоит. Но туда лезть и не надо. Нас никто туда не годит. Сама патриархия нас не тянет. Никогда не было, что давайте... Ну я с митрополитом. Вот только на днях с тобой ехали. Кто с нами был? На машине-то? Ну кто-то был с вами, это точно. Вспомните? У нас память хорошая. Я-то, наверное, был, да. А кто же был? За рулем-то, может, не я? Молодя, нет. Может, не с тобой? Ну она была. Да, да были, были. Да, да, да. И он-то вот так вот на улице там был. Он так вот там хватил. Вы сегодня еле сомнекатались. Отношения не просто хорошие, а родственные. Сколько раз он приезжает. Понятно, как Бог сделал. Там был такой, который не расположен был к нам. И все, и больше не делал, плохих слов никто не говорит. Все отошло. Все, которые были в интернете против нас, их сразу стерли. У него власть, он митрополит. Я у него был когда, созвонились, оттуда позвонили мне и сказали, можете прийти. Ну мы беседовали, я беседую и говорю за столом. Сидим, все, съемка идет. Фотографирует и на вот эту игрушку. 108 минут. Сейчас 8 минут. Я тогда говорю, Владыка, ну вы-то хоть что-то скажите. Игнатий, золотые слова. Не умолкайте никогда, пока Господь вас не отзовет в свое место. Видели? Это, можно сказать, только очень близкий по духу человек. Я уж не говорю там культурное. Я пришел и говорю, у меня меньше обстановка была такая. Под суд меня подставили. А мы сюда поехали, попросили молиться. Я говорю, Господь услышал, все снято, у меня обвинений никакого нет. Ничего нету. Нету. Несудимости, ничего нету. Он улыбается, только стоит. Да подожди еще, не уходи там. Там погрузка шла. Вот что я хотел сказать. Про ребят вопрос договорились. Этот вопрос тоже. На эту тему очень прошу, больше не разговаривайте. С селом нас никто никуда не двинет. Никак. Нам туда делать там нечего. Вот этот, который там шалман, туда-сюда. Вот это, как попало крещение, что они делают, это все за деньги. Это все заквасится на этом месте. Нам даже близко нельзя подходить. Они нас принимают. Мы их признаем. Достаточно силы сидеть спокойно. Аминь. У меня вопрос есть. К Игнатик. Вопрос. У меня вопрос к вам. Вот эту молитву, которую вы прочитали и не слышали. Ну, во-первых, батюшка из алтаря ее говорит. И ее действительно плохо слышно. И тем более, эта молитва новая. Совершенно новая. Ее только сейчас Московская Патриархия приняла. Кто мне молитву-то скинул? Да он же и скинул. Я ему скинул, а он вам. А мне Вячеслав скинул. О, если Вячеслав, то... Ну да, да. Я ему когда все рассказал, он говорит, я сейчас эту молитву буду искать. Ну ничего. И нашел ее. Батюшки нет, просто не поминаем. Только там Россия. Батюшка говорил, Россия. Все. Я поэтому, у меня такой вопрос. Эту молитву читать в алтаре нормально? Или все-таки надо что-то сделать с ней? Это он, допустим, считает. Ну да, он читает, конечно. Он может считать. Мы еще не можем взять. Молились в алтарях за Брежнева, за всех где-то. Я не говорю о Мине, меня там нет. Дело все в том, что первую молитву, которую он читал об Украине, там ее брат Севастьян читал, ну нормальная молитва там, ну видно, что мы тревожимся просто о тех людях, заботимся. Может быть, перейти на нее просто, да и все-таки. Нет, я говорю, не касаться, не говорить ничего не надо. Он помолился, он говорит, я там патриарх, опоминаю, вы не понимаете, это твое дело. Тебе хоть опоминать, я говорю, рядом напиши теперь патриархи, какие у нас существуют, все патриархи, чтобы были рядом. То есть, он никак, что у нас невеликий господин, он никто. Нет, я не про это, я говорю про эту именно молитву, где в конце говорит, что все... В алтарь мы не заходим. Ну, батюшка-то из него выходит. Ну, пускай, пускай так. Еще больше к этой теме не возвращаться. Он просчитал, я аминь не сказал, я не участвую. А тем более я не слышу. Вообще, запор был дал мне. Пример. Я не сказал аминь, я не участвую, все. Нормальный, наверное, пример. Так, больше батюшке ни под каким видом не подходить, ни говорить, ни трогать, он просчитал. Батюшка просчитал, вот он услышал, он сказал, аминь не говорит, все, вот пример вам. Все, мне не касается. Я молюсь всегда, молюсь за президента место, за Зелинска, мы за всех молимся. И давайте будем беречь батюшку. Не будем так его напрягать. Он вышел оттуда весь в очень золотом. Батюшку, вообще не говорите, не трогайте никак. Батюшке такого. Такого у нас вряд ли когда будет. Давайте будем завершать. То есть на пение, трапеза, занятия. Достойно есть всякого истину. Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения с Иерахим, Без искрения Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, Защити Родину нашу От нашествия наплеменников, От внутренних расприй, От беззакония, Которое втайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покавятся в небрежении Своем И проповедуют смело и инославному об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твои, Твое, 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 Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Житни, Что сокрыли имя Твое, Бога и Его, Дух Святой для нас ставит нас Не признавать никаких иных богов вопия, А воочи. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец Сыны, Святой Дух. Аминь. Господи, услыши наши молитвы И соедини их Со всеми святыми, Молящими Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир И сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь наш, знающий все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий и пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас грешных. Прими наши молитвы, исполни О всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их и помилуй. И мы молимся о незаповедавших И правителей мира. Умягчи их сердца, Отверзи им дверь покаяния. Тебе хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Володы, Когда слушают рабы Твои, голос Твой. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Есть еще камера?